Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите Самарские новости спорта. Матч продолжался 1 час 9 минут. Дарья совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейкпоинтов. На счету второй ракетки мира 1 эйс, 1 двойная ошибка и 7 брейков. В пятом матче чемпионата России среди команд Суперлиги в Тольятти Лада встречалась с Астраханочкой. Автозаводчанки одержали победу 32-31. Благодаря этому Лада возглавила таблицу чемпионата страны. В очередном матче Суперлиги БК Самара принимал на своем паркете Химки Подмосковье. Стартовая 10-минутка проходила не очень результативно. Волжане забивали очки преимущественно с линии штрафных, но и их хватило, чтобы завершить отрезок с небольшим преимуществом – 18-10. Во втором периоде игра выровнялась, химчане стали отвечать на каждое самарское попадание своим, держась на дистанции в 4-6 очков. Но за минуту до перерыва разница в счете впервые стала двузначной. Отдохнув, Самара довела преимущество до 20 очков – 49-29 к середине третьего отрезка. В целом, четвертая 10-минутка, как и первая, была не самой результативной. Исход поединка был уже предрешен, и оба тренера имели возможность дать поиграть всем своим баскетболистам. Чуть лучше себя проявить сумели химчане. Они завершили период в свою пользу, но на итоговом результате это никак не сказалось. 80-60 победная серия в противостоянии с подмосковной командой продолжается. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok